Меня зовут Александра. Моя бизнес-идея заключается в том, чтобы создать центр, где женщинам-девушкам могли бы оказывать услуги красоты, здоровья, тренингов, фитнес, с возможностью пребывания там малышей. Меня зовут Настя. Я мама. Доченьке моей 4 года. В голову пришла идея по росписи и продаже деревянных игрушек. Меня зовут Таня. У меня двое деток. И у меня своя пряничная студия. Татьяна Баранцева, мама-предприниматель. Оставила работу в крупной компании ради пряников. Регулярно проводит мастер-классы по росписи печенья. Мы проведем с ней день и узнаем, каково это – быть мамой в деле. По сути, я была одна из первых вообще, кто в Омске это начал продвигать. Я по-настоящему уволилась и по-настоящему осталась без работы, по сути дела. Вот эта вот подпитка эмоциональная, когда ты вот только начинаешь делать, это тоже дает очень много сил. Но сейчас бы я, конечно, хотела более балансированно работать в такой адекватном режиме. Не отдыхает никто, кроме детей. Просвет ожидается летом. Посмотрим, как будет. Мы в том году тоже ждали лето, но лето получилось очень насыщенное. В общем, весь тот год выдохнуть вообще не получилось. Приходится вообще просто стискиваться так, то есть ужимать свое личное время до минимума. Бывают клиенты. Нам срочно надо, срочно надо. Ну, тоже как бы идем навстречу. Раньше были перерывчики, а теперь их нет. Непрерывный цикл у меня. У меня очень продуктивная первая половина дня. И если я иду в бассейн, то я могу начать работу только в час. В бассейн у нас появился то, что в Елисею очень много свободного времени и энергии. Даже вот просто перемещение вместе в машине, когда ты можешь что-то обсудить, поговорить. Потому что дома же как? Все равно у него какие-то и общения с друзьями, там что-то всего может наградать. То есть он хочет уже обособленнее быть. А в машине мы очень много общаемся. И даже выходные у нас есть. Редко, но бывает. Просто заказов больше стало. Сначала это были подарки приятелям, родственникам, друзьям. Потом как бы пошло-поехало. Начали заказывать. Какие-то сначала простые, потом сложные. Таня там до трех расписывает, а я до утра упаковываю. Так посменно все было. Очень часто начинают работать, не понимая, какую прибыль они хотят. Думают производственными подходами. Надо выпускать, и люди будут покупать. Прибыль, которую вы хотите получать, 10, 50, 1000, 100 тысяч. Это ключевой параметр для всего развития. Исходя из этого, и начинается выстраиваться все остальные ваши действия. Сколько вы для этого произведете? Сколько вам нужно продать? Сколько вас нужно проинформировать, оповестить людей? То есть возникает понятие конверсии. Сколько на каждом этапе у вас будет отсеивать? Вы должны очень четко проанализировать, сколько этапов у вас дохода до сделки будет проходиться. Вы произвели, вы сделали или написали сообщение. Вам человек ответил, сказал, да, мне интересно, давайте встретимся. Это второй уже бизнес-этап пошел. На встрече вы ему показали. Рассказали, он не сразу купил, а сказал, хорошо, я пойду думать и совещаться с мужем или с каким-то родственником. Это третий этап. Вот это вы должны все прописывать. Вот это задачи как можно детальнее продумать. При холодных продажах, если вы работаете с клиентом, который... Вы никогда с ним раньше не общались, не контактировали. Конверсия 1-3% из 100. 100 человек позвонили, 100 человек проинформировали вашим клиентам. И только один в итоге купит. Нужно вот эти цифры знать. Конверсия из холодных продаж в продажу – это 1-3%. Из теплых продаж, когда клиент каким-то образом уже знает, к вам относится лояльно – это 20%. Мы это забываем, потому что очень часто, когда считают продажи, чуть ли не каждый должен покупать. Вообще у меня образование психологическое, я закончила психфак. Затем я работала 2,5 года в тренинговом агентстве. Мы занимались обучением и развитием персонала. Это тоже очень интересно. Ну, то есть я чувствую, что это все равно мне очень близко. И я думаю, что, наверное, в работе на мастер-классах, вообще в работе с клиентами какая-то часть вот той предыдущей сферы, она в себе реализуется. Работала в крупном сетевом магазине. Но я там проработала довольно недолго, 9 месяцев, потому что уже тогда в мою жизнь пришли пряники. Я полтора года в каком-то таком домашнем гошеме работала. Бабушка с коляской гуляет, марширует по улице, а Таня печет. Приходила сначала с работы до 9 делала заказы, потом до 12, потом я стала сидеть до 2 до 3 ночи. И я подумала, ну, так же больше нельзя. Потом начали делать всякие тараканы. Да как же так? Нормальная работа. Соцпакет, стабильность, все хорошо. И тут какие-то печеньки, дома печь печеньки. Кому их продавать? Что это такое? Ну, в общем, ну, я, наверное, месяц у меня вот такое было прям серьезное колебание. Потом я пошла, написала заявление. Я внутри себя понимала, что такого плана работы всегда можно найти. А вот не упустить момент, это очень ценно. Тогда это был как бы такой тренд, который вот наших общих знакомых. Общий тренд. Все хотели что-то свое, что-то свое еще. Все эти онлайн-курсы, школы. Я когда ушла с работы, с основной, у меня была цель вот заработать в день столько же, как минимум столько же, сколько я получала на обычной работе на своей. Чтобы обеспечить тот же уровень дохода, я тогда вообще, мне кажется, всю выпечку делала. То есть я и тортом занималась, я наделала сладкие столы, флажовочки, баннеры, вот это все. Но потом откройник это все вытеснил. Меня сразу все поддержали. Это было очень для меня важно. Вовлеклись сразу вся семья в процесс. Легче стало, когда Женя пришел к Тане на помощь. Появилось очень много заказов, которые надо было делать, развозить. Я нужен был. Мы же много очень работаем с организациями. Это переписки, это документы оборудов. Плюс такие вот чисто бытовые вещи. Это съездить, закупиться. Это тоже уйма времени. Плюс понимать, что надо взять. Это тоже со временем приходит. Мы же до сих пор все делаем вручную. То есть мы вымешиваем тесто. Мне очень многие думают, что у меня там стоит какой-то волшебный тестомес. И он замешивает это тесто. И когда у меня просто стали болеть руки, стали болеть плечи, потому что тесто тугое, очень много сил нужно вкладывать. Я говорю, Жень, помоги. И вот он мне стал замешивать тесто, потому что вот это прям такой физически сложный труд. Когда все бегут в одну сторону, знаете, как хорошо? Вместе вы ехали, вместе приехали. Тимошу взяли, увезли в садик на работу. После работы заехали, забрали, приехали домой. Если бы это продолжалось в том же плане, когда у меня просто все время нет дома, это было бы сложнее. А так мы хотя бы вместе. Хотелось просто этим заниматься. Даже не было у меня каких-то вот именно коммерческих. Мне кажется, я до сих пор, мне не хватает вот этого. То есть можно было бы более по-деловому подходить к этому вопросу, более бизнесово, что ли. Мне вот этой опции не хватает. У меня не горят доллары в глазах, и я там не хочу всем на свете продать все печеньки. Это прям настоящая такая рождественская история. Я увидела объявление, что нужна помощь, навести порядок в церковной лавке. А там рядом трапезы. А там так пахло выпечкой, печеньки пекли. Я к ним заглядываю, спрашиваю, что вы такое-то делаете. Мы печеньки печем. Ну, если ты хочешь, то ты допеки печенье, мы их поставим в лавку. У меня был магнитик в виде колокольчика, я его ножом вот так облежала. Я навела какую-то свою первую глазурь, она была очень жидкая. Но вот я это все-таки вот каким-то воодушевлением сделала. Там одному сообщу, кто может купить печенье? Зачем? Зачем вообще? Сколько это должно стоить? Я стою рядом, смотрю, как люди реагируют. Их буквально за 15 минут все разобрали. Неожиданно было то, что это будет продаваться. То есть люди захотят их покупать. Я пришла домой и зарезала интернет. И посмотреть. Вообще, конечно, это американское больше искусство, вот именно декорирование пряников. Я посмотрела вообще, что можно делать. Меня настолько вдохновило. Я позвала там, я помню, мама, у меня муж были рядом, сестра. Я говорю, посмотрите, посмотрите, как это может быть. И я начала пробовать. Я абсолютно не умела рисовать. На семинары там ездила, на обучение. А потом фантазировали над упаковкой. И стали подсматривать работы в интернете. Ну и все нарабатывалось. Сейчас очень много информации. Ты можешь пройти тысячу онлайн-курсов. Это все настолько доступно. Сейчас это очень легко. А тогда я вот реально, собственно, опытом на своих ошибках, я понимала, там, какая консистенция, что. Тогда не было этих ингредиентов, красителей. Сейчас вот классно, да, вот этот пластиковый кондитерский мешок. Тогда я сворачивала бумагу для выпечки. Конечно, мои первые печеньки – это очень наивное такое. Милое было произведение. Вот как-то вот так. И потихоньку даже вот эти мои смешные печеньки люди стали заказывать. Брала сложные заказы. Все-таки вызов – это довольно хороший стимул. В основном мы втроем работаем, да. Я, мой муж и Катя. Мы одна команда. Это вот прям очень помогает, конечно. Мне легче точно. Ему нет. Я научился печь. Принтер купили. Плотер. С ним только я работаю. Обрабатываю фотографии и печатаю. С помощью него можно делать очень классные индивидуальные штуки. То есть это просто расширение возможностей. Вы пришли в бизнес, значит, у вас экономические характеристики, экономические параметры. Вам нужна прибыль. Поэтому спланировать прибыль, которую вы хотите, и дальше методом декомпозиции начинать выстраивать уже все свои продажи, которые в итоге приведут к вас и к плану производства. И покажут, сколько вы должны производить продукции. Вы знаете маржинальность, вы знаете рентабельность. Сколько вы получили? Там 20%. Значит, сколько мы с вами должны, миллион хотим? На 5 миллионов мы должны уже с вами произвести продукции и продать. Дальше выстраиваются у нас уже продажные активности. То есть мы, зная элементы конверсии, показатели конверсии, пускай даже вот этой вот статистичной, что из холодных происходит 1%, а из утепленных 20%, да, вы начинаете выстраивать цепочку. Ну, пускай каждый десятый у нас покупает, да, у нас покупает, делает продажу там среднего чека, нам тоже нужно определиться. То есть вот параметры, которые мы начинаем планировать, и это план продажи. План продаж – это не цифра, это план. То есть те действия, которые происходят, те активности, которые вы должны производить. В итоге у вас уже получается прибыль, маржа, ну, маржа рентабельности. У вас появляется понятие среднего чека, у вас появляется количество встреч или продаж, которые вы должны осуществить. То есть каждая там пятая встреча дает вам продажу. Значит, вот уже мы говорим о среднем чеке, там у нас сколько было? 5 миллионов, да? Ну, пускай на среднем чеке тоже было 100 тысячный, значит, нам 50 уже клиентов нужно. Каждый пятый дает, уже 250 человек нам нужно вывести навстречу. Чтобы их вывести навстречу, нам нужно, чтобы они пришли, либо оставили где-то свои контакты. Дальше мы смотрим те каналы продаж, которые мы будем делать через онлайн, оффлайн, через звонки, через рекламу в соцсетях, через рекламу где-то в оффлайне, да? Мы выстраиваем конверсию. Вот это все нужно считать. Мне на самом деле все было очень сложно. У меня не было рецепта. Конечно, это был базовый рецепт, и я его где-то в течение полугода убавить, добавить, я его двигала. И, конечно, то, что сейчас у меня получилось, мне очень нравится. Я прям очень довольна этим рецептом, и я его уже считаю на самом деле авторским. Поэтому, когда меня просят дать рецепт, я всем честно говорю, что я его... Ну, я не могу его дать, потому что это для меня очень ценно. Красивые это у многих печенья есть, а вот на вкус не у всех таких. Единственный момент, у меня не было таких проблем найти, кому продать. То есть у меня всегда люди сами каким-то образом приходили в мою жизнь, их интересовали печеньки. Это был день учителя. Это было три года назад. Я поняла, что я столько заказов взяла, что я просто не успеваю. Я звоню Кате, и я говорю, Катя, ты же там что-то умеешь. Она в титражах сделала. Помоги мне. Я говорю, я просто не справлюсь. И она приехала ко мне, и мы с ней сидели у меня дома до какой-то ночи. Но мы все сделали, мы все упаковали, отдали вовремя. За пять лет я считаю своим очень большим достижением, что мы отдали 100% заказов. Но мы это все делали трудом и ценой своих внутренних усилий. Кто-то бы сказал, да ладно, простите, мы не успели, давайте мы перенесем. Для меня это невозможно. То есть я лучше не посплю, но я не подведу, я отдам все, как я обещала. Если у нас период праздников, мы дополнительно еще приглашаем на помощь с упаковкой. То есть это нужно каждый пряничек в пакетик, либо с лентой, либо это собрать коробочку, наполнить ее, уложить туда пряники, закрыть крошечкой, завязать ленточкой, приклеить этикеточку. Долго. Ну это же подарок. Это мы видим 100 коробок. Человек получает вот свою единственную коробочку. И вот он не видит остальные 99, он видит только одну свою, и она должна его радовать. Поэтому мы боремся за каждый бант. Ну это просто подход. Он усложняет и по времени, он усложняет финансово. Я вижу, что люди продают и менее заморачиваясь. Мне приятно работать, когда вот я делаю так. У нас шутка на Новый год, что мать вахтовик. Я помню такой Новый год. Это был год петуха. Это был ужасный Новый год. Он был самый тяжелый, наверное, за все время. И я не выходила из мастерской 6 дней. И мы спали очень мало. На диванчике прилегли, по очереди поспали и делали указы. Ты несколько дней не видишь детей, созваниваешься по скайпу. При этом у ребенка выходит напряжение в тот момент, когда у тебя даже по скайпу видится, начинает плакать. Ты тоже начинаешь вот это все. Это очень тяжело. На самом деле. Такие моменты. Поэтому где-то в какие-то моменты времени жертвуешь, где-то получаешь. А так, чтобы все время в балансе, у меня такого не получается. Мама – это тылы. Это самое главное. Не знаю, мне кажется, это 90%. Когда ты можешь быть спокойным, что у тебя дети сытые, довольные, все хорошо дома. Ну, часть бытовых забот я беру на себя, конечно. Няня – это совсем другое. Ты там четко привязан по времени. Няня не всегда войдет в ситуацию, когда ты там горишь по срокам, тебе нужно остаться ночевать. Няня скажет, извините. Мама скажет, что делать? Успевает запирать. Но потом еще еду дорабатывать на работу. Ты нужно быть каким-то мастером вообще мудрости, чтобы суметь сбалансировать все эти сферы все равно в какой-то момент ты чем-то жертвуешь. Ты либо жертвуешь, собственно, здоровьем, не досыпая, не доедая. Все нормально. У некоторых по 10 детей. Все работают. Приходит мудрость с возрастом, с опытом, что такие-то жертвы, они мне всегда нужны. Мастер-классы – это вообще очень классно, потому что я люблю проводить мастер-классы, выходить из мастерской, потому что встреча с людьми – это очень интересно. Я столько потрясающих людей встретила на своих мастер-классах. Ты, когда делишься, отдаешь, получаешь взамен намного больше. В процесс ухожу, и мне это очень нравится, мне это захватывает, мне нравится общаться с людьми. Люди хотят развиваться творчески, тем более это могут делать все. Не видимо человека, чтобы у него там вообще ничего не получилось. Даже дети это чувствуют, когда вот это сделано специально для них, и вот понятно, что оно не само собой взялось из магазина. Как-то вот это в воздухе витает, и это увеличивает ценность. Это не я, это печеньки. Это печенье творит вот эту атмосферу праздника. Мы начинали на том, что это была печенька, расписная, красивая, да. Мы очень много работали на том, что вот именно на вау-эффекте, на удивление. То сейчас это очень интересно, это сформироваться уже в традицию. И мы бы хотели развивать вот этот момент традиций. И плюс, конечно, элемент досуга. Как-то расширить, да, допустим, чтобы можно было печь с детьми, замешивать какой-то, может быть, культурный момент, да, рассказывать историю пряника. Чтобы вот расширять вообще область пряничную. То есть не только, да, подарок, но вот еще досуговую часть. Через пять лет, возможно, у нас будет цех и будет студия, где будут проводиться мастер-классы. Есть возможность, есть потенциал у этой ниши. Я продумывала, как бы это можно было сделать интересно. Идеальный вариант бы был, если бы была студия и квартира наверху. В течение там полугода, да, все бизнес-планы, которые прорисовали, он может быть изменен, категорически изменен, да. Это нормально, потому что мы прогнозируем сегодня на основании цифр, которые взяты вчера, да, то, что будем делать завтра. Но, конечно, ситуация меняет. Но это суть бизнеса, да. Быть готовым к корректировке, быть готовым к рискам, к изменению ситуации – это и есть предприимчивость и предпринимательство. Есть хорошее правило, метод прыжка, подскока. Он говорит о том, что сегодня не надо тщательно, вот прям детально планировать бизнес-план. Это неправда. Вы сразу в нем закопаетесь, и ваш план через месяц, через два будет уже совершенно другой бизнес-план, да. План подскока. Вы подскочили на рынок, вы вышли, да, с определенной. Вы заложили идеи, вы заложили определенные параметры, самое главное – продажи, да. Ага, вы вышли на план, подскочили, да, посмотрели на рынок и опустились, и сделали корректировку. Прошли по инерции, опять подскочили дальше, да, опять сделали корректировку и опять вернулись в ситуацию. Таким образом вы пройдете гораздо дольше, чем когда вы жестко все спланировали. Вот жесткий бизнес-план, он может только тем, у кого есть огромные ресурсы, кто может повлиять и изменить ситуацию. Наверное, монополисты могут себе планировать на 10-15 лет вперед. План стратегии мы на полгода делаем. Этого достаточно сегодня, потому что за полгода меняется ситуация, очень катастрофично. Да, мы определяем пункты какие-то, точки на 3-5 лет, да, но мы работаем исходя из полугода. Полгода прошло, надо осмотреть, подскок, полгода прошло, подскакивай снова. И вдруг ситуация на рынке меняется, новые возможности, новые ситуации. Самая недвижущая сила для меня – это вот любовь к своему делу. Потом уже к нему присоединяются такие моменты, как самореализация. Это же тоже очень важно. Ты получаешь за это достойное финансовое вознаграждение, потому что ты можешь обеспечить себе всякие разные блага. Это тоже плюс. Но с другой стороны, да, ты когда уже заработал себе на разные отпуски, но ты в них просто не можешь уехать, потому что тебе некогда. Начинается другой вопрос времени, когда для тебя уже становится время более важным. Проблема в том, что нужно научиться планировать. Когда ты переходишь на грань хобби, конечно, нужно больше каких-то бизнес-скиллов подключать. Конечно, сейчас я уже бюджетирую всякие форс-мажоры, то есть хотя бы 20% времени нужно освобождать. Не успела приехать упаковка, что-то там испортилось, все происходит, там цвета эмигрируют. Ну, все происходит. Бывает, ты просто банально не успеваешь. Мы пытались как-то сделать, что все, мы до 7 часов работаем, потом все, но не получается. То есть бывают интересные заказы, которые прямо хочется доделать до конца. За 5 лет у меня вот есть дети, которые родились, и я им сделала пряник на годик. Потом на 2 годика, потом на 3 годика, потом на 4. Когда они именно 5-й год пишут, Таня, у нас это уже семейная традиция, у нас семейный альбом. При этом понимаю, что у меня уже там очень большой объем заказов, а по времени мне меньше 50 штук. Я за это время могу сделать типовых. И когда я такие заказы беру, я это делаю в свое личное время, в ночное. С точки зрения бизнес-подхода, то, о чем я говорила, ты ну не разумно. Можно было бы отказаться от каких-то индивидуальных заказов в пользу типовых. Я понимаю, что мне не хочется делать только большие, одинаковые заказы. И это очень здорово, что сделали большой заказ, немножко отдохнули, поделали. Какие-то индивидуальные штуки очень интересные. И потом бац, и опять поделаем, так оно все меняется. Этот год мы уже не ночевали на работе. Это плюс. Допустим, вот 8 марта мы тоже пережили и 23 февраля, ну то есть с минимальными такими жертвами. Мы могли задерживаться, но мы хотя бы там не ночевали. Нет, ночевали. Почти. Ну, на праздники, на 8 марта поночевали пару раз. Но все равно они приезжают, что в садик увезти ребенка. Самый важный компонент – это вот ответственность перед теми, кто сделал заказ. И вот это вот напряжение. Иногда я просто устаю, потому что мне тяжело все время быть ответственной. Ты вот принял заказ, но ты должен его сделать. И не важно, там заболел у тебя ребенок, заболела у тебя голова, там, не важно что, да. Просто занимаешься своим делом. Там даже, может быть, тебе там тяжело, в какие-то моменты, может быть, там недостаточно зарабатываешь, но ты вот чувствуешь, что это момент, это пройдет, и дальше там все будет совсем иначе. Я не знаю, вот, как это объяснить, но вот реально, когда ты создан для этого, вот я вот понимаю, что это у меня получается очень хорошо. Я не знаю, пряник особенный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова